Музыка Жаркое лето это самое подходящее время для того, чтобы приехать на побережье Балтийского моря Влюбиться в это место и переехать сюда навсегда А лучше всего это сделать с агентством недвижимости Зелёный город Меня зовут Архан Дадашев и сегодня я расскажу вам про один из курортов Янтарного края Мы в Светлогорске Светлогорск это город-курорт расположенный на побережье Балтийского моря в 30 километрах к северу-западу от Калининграда Светлогорск 29 марта 99 года был признан курортом федерального значения Город является туристическим и культурно-деловым центром на Балтийском взморье По официальным данным численность населения города на данный момент 16 099 человек Несмотря на свою компактность, Светлогорск также богат на достопримечательности В городе есть масса мест радующих глаз Например, фонтан на улице Октябрьской Или здание водолечебницы витой японской лианы 6 июня 2014 года после реконструкции в Светлогорске вновь открылась канатная дорога Светлогорск расположен в лесопарке Каждое здание города вкреплено в лес Светлогорск является здравницей федерального уровня В городе расположены Центральные военные санатории Министерства обороны России И крупные многопрофильные санатории Янтарный берег и Янтарь В Светлогорске также есть большое количество домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей В предыдущем выпуске про Зеленоградск мы отмечали хорошую транспортную развязку всех городов Балтийского побережья Светлогорск не является исключением Здесь расположены и железнодорожные станции Светлогорск-1, Светлогорск-2 Калининградской железной дороги И новое Приморское кольцо из Калининграда до Светлогорска, имеющее ответвление к Пионерскому и другим городам Светлогорск связан автобусным сообщением с Калининградом, Балтийским, Зеленоградском и Международным аэропортом Храброво Наравне с Калининградом Светлогорск по праву можно считать культурным центром Калининградской области Здесь регулярно проходят международные конференции, фестивали искусств, творческие мастерские, конкурсы, концерты Светлогорск является центром проведения фестиваля искусств «Балтийские сезоны», кинофестивалей «Янтарная пантера» и «Балтийские дебюты» Международного пленера художников-живописцев «Светлогорские грезы» Раушина В 1995 году здесь был открыт органный концертный зал, который признан экспертами лучшим в странах Балтийского побережья Центральная площадь Светлогорска – это излюбленное место работы единственного в России уличного стеклодува Одного из самых известных стеклодувов в мире Юрия Леньшина С 2015 года в местном театре эстрады «Янтарь-Холл» проходит популярный фестиваль «Голосящий Кивин» Игры данной юмористической передачи транслируются на Первом канале Светлогорск был причастен и к одному из важнейших мероприятий в истории современной России Чемпионату мира по футболу 2018 В то время Светлогорск был выбран сборной Сербии в качестве основной базы для проживания и подготовки к играм Главными достопримечательностями Светлогорска можно считать уже упомянутую выше башню водолечебницы Променад, солнечные часы, скульптуру Германа Брахерта, органный зал, лютеранскую зирку Памятники Гоффману и академику Павлову и многие другие объекты, которые лучше увидеть воочию Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...